а где наш студент а вон наш студент а я не привет ребята как бодрость духа и как вы поняли мы забрали нашего студента к студент студенту будешь нам рассказывать что нибудь интересно кстати ты забила друг а я знаю это сан возле нашего дома есть как будто ты едешь окей значит мы сейчас едем в какое-то место как будто едем домой но это как будто по дороге не как будто по дороге вот ты нам пусть нибудь рассказать как прошли экзамены ну у нас сегодня на первой всем привет сегодня я ужасно ужасно устала себя чувствую еще раз только ну давай давай говорится кучу только чуть громче вот сейчас на зеленом поедем так что едем прямо когда мы потом прямо как той церкви как будто мы едем на и погнали сегодня у нас был тест извини дорогая сегодня комментарии пришел вопрос осветимого который я тебе скинул по телефону ребята сегодня пришел очень интересный вопрос от одного нашего я даже не знаю подписался он на канал или нет в общем подписчик не подписчик но человек просмотрел видимо очень внимательно влог и внимательно его прослушал это был студенческий влог и он услышал что марина говорит вместо микроб calculate ты ты не скажу скажи рыба рыба а скажи лук нормально говорит но иногда бог был прыгнет короче она это эту букву очень так по-своему мягко варкуя говорит мне очень нравится и конечно я замечал это Ну, мне как-то это Я люблю даже это Ну, в общем, человек заметил Ну, это как вот Кардавит кто-то или еще что-то Просто что интересно, что человек Настолько внимательно смотрел Что он это увидел И он задал вопрос Вы задаете вопросы, мы отвечаем Я так произношу с детства В детстве меня таскали По логопедам По логопедам? И только моя бабушка говорила Оставьте в покое ребенка Потому что у нас все в родне, так говорят Ну, правда, мама, походу, наша не родня Потому что она говорит, нормально У меня бабушка так произносит букву Л У меня прабабушка так произносила Все нормально, чтобы все хорошо Ну, поговори что-нибудь, на Лыры Маша украла кораллы Давай Ну, скажи, скажи Я себя сейчас чувствую, как тогда, понимаешь В семь лет, когда это неприятная вообще женщина Понимаешь Заставляла нас на этих групповых занятиях И ты себя сидишь, чувствуешь каким-то, понимаешь Недочеловеком Ну, это интересно Скажи Маша украла кораллы Маша украла кораллы Давай еще раз Хорошо Лук, лампочка, ласковый Клара Клара Кларнет Кларнет Ну, скажи, чтобы красиво было Ты говоришь правильно Скажи неправильно Ну, потому что я стараюсь Давай, давай, давай так скажем Сереж, мне кажется, даже когда я очень стараюсь Она все равно не правильно А ты не старайся Ты вот не старайся просто так скажи Клара у Карла украла кораллы Давай Клара у Карла украла кораллы Ну вот Видите, такой воркующий рл В общем Ну, в общем, исправить мне это не смогли В общем Дорогой наш уважаемый подписчик Мы рады, что вы внимательно смотрите Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос Это было просто Это был один из простых вопросов Который не требует съемки отдельного видео Спасибо И мы переходим к колешскому нашему Как уже мы начали говорить Сегодня были экзамены Сегодня был один из тестов Который будет иметь очень большой вес При выставлении, ну, скажем, последней оценки Я его называю как экзамен На это было два задания Был большой-большой На пять листов печатного текста Текст Текст Ну, короче, вот что-то Ну, их называют в колледже как? Артикл? Или параграф? Нет, артикл Артикл Были более сложные вопросы Нужно было Именно в этом параграфе Так как одно слово в английском языке Может иметь очень-очень много значений Нужно было, допустим, именно в этом параграфе Найти это слово, которое задано И раскрыть его, скажем, ну, значение Плюс это слова из вот этого списка Который мы постепенно, постепенно учим Эти слова мы раньше не употребляли Для нас, для всех они были первый раз Они незнакомые слова Для тех, кто не видел, расскажи, что за список двух слов Список состоит из двух тысяч слов Это срыва, ну, скажем, уже академического уровня Которые входят в лексикон не простых людей А типа... Ну, это называется... World academic list Вот наша учительница Вот у неё идея фиг, чтобы мы вот колледж закончили Зная вот... Разговаривать как академики Да, зная все эти две тысячи слов Правильно их употребляя Вот, в общем... Надо было их найти А, и потом было 39 вопросов Таких достаточно, ну, простых Они мне показались Это были вопросы Допустим, даётся предложение И в него даётся на выбор Четыре слова, которые вставить Иногда это очень просто Допустим, как там... Гарвардский университет считается Самым престижным в мире Ну, понятно, что выбирая между, допустим Дружелюбным Я не знаю, к примеру, красивым И... Интересным Интересным ты выберешь престижный Тут хоп и легко Ну, бывает такое, что Срова очень близкие по значению И нужно, как бы, понапрягаться Вот Ну и что? А, так что было срожным? Было срожным то И для меня непонятным Почему наш преподаватель Выбрал именно этот артикл Потому что он был о пенсионной реформе И там было столько много Вот каких-то этих информаций Каких-то слов, которые мы Ну, в реальной жизни, скажем Я думаю, тот, кто учится в колледже Да Ну, половину этих каких-то определений Да, в принципе, не знаю Мне кажется, это какой-то уж очень Специфический Для людей, кто в этом понимает Ну, на мой взгляд Может, это было бы нормально Для тех, кто учится на каком-то Правовом там, может быть? А, да, может быть Потому что Короче, глазоньки у всех округлились А она сказала Говорит, а что вы хотели? Это как бы уже интермедиа, ребята И вы, типа, через две недели Будете читаться носителями языка Так что, типа, вперед Несите Да, несите в массы Ну и все Как бы она у нас, конечно, очень добрая Это самое И всегда идет навстречу во всех вопросах Но тут она не пошла Потому что вплоть до того Было один раз, что она сменила Артипель Один раз такое было Наверное, еще было На beginning When we were Когда мы учились Я у нее просто уже второй семестр Учусь Первый семестр я брала Самый начальный у нее Потом у другого преподавателя И опять вот Вернулась к ней на интермеди Она тогда пошла на уступку Она изменила Потому что, ну, для всех Все посчитали, что это сложно Но здесь она Она сказала, что, ребят Ну, через две недели Поздравляю вас Поэтому давайте Работайте над собой Ну и все работаем Ну, а потом У нас в Грамматики Мы Пишем сейчас И работаем На нашей финальной работе Она называется Research paper Это где ты пишешь Фактически, я думаю Это чем-то похоже на реферат Ты пишешь что-то от себя Вставляешь цитаты Из каких-то научных работ Подтверждающих Твою информацию На выбор он нам дал Выбрать Любовь и отношения Еда Культурные ценности И взросления в Америке Я выбрала для себя Тему еды И раскрываю ее Посредством того Как еда Имеет влияние На мигрень Тем, что я на данный момент Сделала и показала ему Он остался доволен Немножко скорректировал меня Что я неправильно Когда ставлю Когда использую цитаты Что я неправильно Ну, есть определенный формат Как их нужно записывать Я неправильно записываю И это подкорректировал Ну, все хорошо Дело в том, что цитаты пишутся Немножко не так Как мы писали на подсоевском пространстве Да Другие правила чуть-чуть Опять же В одном месте я Сегодня мы писали Он нам давал 25 минут На то, чтобы написать Водка своей research paper Но дело в том, что я На выходных подготовилась И у меня уже наполовину она написана И я, ну, просто, грубо говоря Переписала то, что у меня уже было готово И в одном месте я пишу Что 10% людей имеет мигрень И он говорит Когда ты используешь определенные цифры То нужно подтвердить это Он говорит Откуда ты это знаешь? Я говорю Ну, потому что я знаю Он говорит Ну, потому что ты знаешь Так не подходит Либо мы, говорит, должны написать Что это распространенное Либо мы в конце Даже так, как это перефразирование Какого-то источника идет Даже когда ты вот Что-то читаешь Потом своими словами Пересказываешь То в конце нужно В скобках написать Кого ты перефразировал Вот И вот он мне сказал Что нужно написать Потому что это достаточно Прямо Какие-то сегодня Такие рабочие моменты Он очень волнуется Тоже перед этим написанием Research paper Потому что Ну, это Это важно Это тоже очень Все работы имеют свой вес В процентах В плане оценки Потому что Это не только оценка студента Это еще и оценка преподавателя Ну, наверное Потому что Во-первых Он в последних сочинениях наших Очень много Уделял внимания Грамматическим ошибкам Почему? Потому что Он сказал Что вы пойдете На English One A И, говорит Потом, говорит Если вы будете писать Неграмотно Вот нам нужно Вот это вот Кафешечка маленькая Которая здесь стоит Когда вы, говорит Пойдете на English One A Если вы будете писать Неграмотно Если вы не будете Соблюдать вот этот Формат То, говорит Ко мне придут Потому что Посмотрят Кто же Добро Типа на Поход на выше Поэтому Он, наверное Тоже немножко Нервничает И старается Вот нам нужно Вот Где Вот это вот Квит Что-то такое Короче Оно не закрыто? Нет Оно не может закрыто Там темно Ну, сейчас посмотрю Ну, и В общем Просто работали Он всем помогал Как всегда Много смеялись Потому что Он у нас очень весел Ну, а так День прошел хорошо Я говорю Я немножко Разнервничала После экзамена Потому что Я У меня есть Немножко такая Как это сказать В общем После того Как я напишу Все ответы Я начинаю сидеть Перепроверять Перепроверять И как показывает практика Иногда я уже Исправляю хороший ответ На неправильный Потому что Я начинаю сомневаться Начинаю думать Для меня Лучший вариант Это написал И быстро сдавлю Чтобы тебе назад Не давали Паша Вот Вот такой был Маленький Калежский Вложик А сейчас Мы хотим Зайти в одну Кафешку И уже Что мы хотим Там сделать Вы узнаете В другом Влоге Потому что Это имеет отношение К оператору Мобильной связи Которым мы пользуемся И к тем Плюшкам Которые он раздает Каждый вторник Вы были на канале It's my life До встречи Все опубликовали Свои интродакшены Ну все же писали Чувачок все знает Мое выбрали Как лучшее написанное В классе Он засчитывал Его вслух Это то что тебе читали Та которая говорила Что ты блондинка Что делала в это время Я не знаю Наверное научалась Потому что Для нее тяжело Слушать Что кто-то умнее Ее видимо Да И потом Он такой Кот у него лицо Было Вот еще Вот тогда Когда она пошутила Про брондинку Он пытался Слиться С чем-то Он такой Это что Ты знаешь У него лицо Было такое Ну как тебе сказать Тут есть пяти Он прочитал Мое тисунь Да Он такой Смотрит на меня Марина А вы наверное Врачом были Да Вот я в его глазах Резко Вот так Вот да Вы в своей Стои Продолжение следует...